Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Во-первых, всех вас мы поздравляем с днем рождения Церкви, с праздником Троицы, с праздником Пятидесятницы, который вчера весь православный мир отметил. И в контексте разговора о Церкви мы начали в прошлый понедельник очень интересный разговор. Тема абьюза, насилия, вообще в Церкви оно есть? Если есть, то почему? Если есть, то как это преодолеть и как выйти в сторону каких-то здоровых отношений внутри Церкви, между людьми? В прошлый раз мы дали какое-то общее понимание проблемы, того, все-таки вокруг чего на самом деле Церковь строится, что она не грехоцентрична, и что начинать разговор с того, что ты грешник, когда ты только входишь в Церковь, это неправильно. Сегодня мы поговорим о такой системе взаимоотношений внутри Церкви, как духовник и духовное чадо. Итак, по-моему, мы еще ни разу в нашей студии эту тему не поднимали, а эта тема более чем актуальна. Практически каждый второй, каждый третий, входящий в Церковь, начинающий жить внутри Церкви, где-то через полгода, через год, подходит к священнику с вопросом, а можете ли вы быть моим духовным отцом? Или, а что такое духовный отец, и как его найти? А каковы признаки настоящего духовного отца? И очень часто, к сожалению, мы приходим к выводу такому, что человек себе несколько искаженно представляет эту систему взаимоотношений, пастырь, пасомы, духовный отец, духовное чадо, священник, мирянин. И это искажение очень часто приводит к откровенно, ну, таким драматичным этапам жизни, драматичным событиям. Поговорим об этом, обо всем, с нашим гостем в студии, с отцом Николаем Зининым. Батюшка, здравствуйте. Добрый день. Отец Николай, много ли у вас духовных чад? Нет. Их немного? Их вообще нет? Ну, кто-то также порывался несколько раз, но обычно это быстро заканчивалось. Я достаточно скептично к этому вопросу отношусь. Так. Вот. Опять-таки, в продолжении нашей прошлой беседы, да, в православии большой объем литературы аскетичной, подвижников, монахов, людей, которые убегали от мира, людей, которые стремились нивелировать проявление телесного в этом мире. Вот. И было бы, с моей точки зрения, было бы ошибкой эти опыты святых отцов некритично применять в своей жизни. То есть, сама идея духовничества, да, она предполагает сильное обесценивание личного опыта при условии доверия, абсолютного доверия духовнику. Я бы тут вот немножечко уточнил, что вообще, по-хорошему, духовничество предполагает в первую очередь не просто жизнь внутри церкви, а именно аскетическое делание. Ну, монашескую жизнь. Фактически, для этого нужен духовник, если ты хочешь стать исихастом, если ты хочешь стать, не знаю, там, монахом, если ты хочешь действительно каких-то аскетических восхождений по лествице добродетелей. И, ну, здесь, как бы, ничего нового во всех религиозных системах, как бы, это присутствует учитель-ученик. То есть, если я вхожу в учебную аудиторию, там, в первый раз, в первый класс, мне, конечно, нужен учитель, который бы мне сначала разъяснил, как себя в целом в классе надо вести. Вот, какова техника безопасности, что там нельзя, не знаю, швыряться стульями, что нельзя прыгать с парты, там, нельзя высовываться в окно. Вот. А потом бы он мне начал, собственно, передавать некоторую азбуку грамоты. И вот эта система учитель-ученик, она, конечно, предполагает руководство одного и подчинение другого, послушничество и так далее. Но давайте прямо и честно скажем, что большинство из тех, кто в современную церковь вступает, вообще не ищут аскезы и вообще не ищут каких-то духовных подвигов. Им достаточно, условно говоря, некоторого уютного, маленького, комфортного, тесного такого церковного мирка, вот, в котором я могу поставить свечку, могу причаститься, могу поговорить с батюшкой, могу купить какую-нибудь книжечку дома, почитать. И на этом как бы точка. То есть это восхождение как бы людьми не предполагается. Вернемся немножко. То есть вот действительно аскеты всех времен и народов, они как бы выработали определенную схему, определенный путь, который предполагает духовный отец, духовное чадо. Но если мы немножечко отойдем от аскезы, все равно какого-то духовного руководства люди ищут. Почему люди ищут духовного руководства? Как вам это кажется? Ну вот, когда вы встречаете эту просьбу, вот, подходит человек и говорит, будьте, батюшка, моим духовным отцом. Как вам кажется и как вам видится, чего он в первую очередь ищет? И почему вы, собственно, отказываете? Не является ли это абьюзом, дорогой батюшка, что вы отказываете, сам отказ? Как раз наоборот. Ситуация такова, что время ответственности за выбор лежит на каждом человеке, и нам очень по-человечески хочется его на кого-нибудь переложить. Поэтому люди ищут не просто даже духовников, а ищут именно старцев прозорливых. Что значит поиск прозорливого старца? Это значит поиск человека, который примет ответственность за решение в моей жизни, на себя. И мне станет легко, потому что я ничего не решаю. Батюшка благословил мне учиться на права сдавать или не благословил учиться, и нехорошо. В принципе, я думаю, что для какого-то уровня духовной жизни это тоже нормально. А кто церкви не доверяет, он пойдет к бабке, гадалке какой-нибудь, она тоже ему скажет, как быть. То есть, в принципе, это такая общерелигиозная вещь, что хочется людям не самим, а чтобы кто-то, кто знает. И если кто-то знает, то, конечно, надо прийти в эту, пусть он и мне и решит этот вопрос ставить. Но это, конечно, моими глазами это заблуждение, потому что жизнь вот, она настолько непредсказуема, что... Да, тебе так не тревожно, скажем, довериться кому-то, с другой стороны, человек тоже может ошибаться. То есть, вот этот вот, когда, можно, как вы говорите, к драматическим каким-то событиям прийти, когда там доверялись безоговорочно люди какими-то, старицам, которые говорили, а вот твой муж вот идет, вот иди, выходи. И там девушка, там, кандидат наук выходил за тракториста. Потому что вот какая-то и прозорливая бабушка сказала, что надо сделать так. Но справедливости ради батюшки тоже этим грешат. Ну да, и что получается, да, то есть избиение, домашнее насилие, и женщина с ребенком убегает от этого великолепного мужа. А потому что она не хотела сама делать выбор в своей жизни, а вот доверилась. Поэтому, с одной стороны, как бы монашеская традиция выступала за обесценивание личного опыта, что ты там в прелесть какую-то можешь впасть. А с другой стороны, там, тот же Бринчанин спрашивает, и где взять... Тот же Бринчанин, который от старца и убежал в итоге из монастыря, да, который писал, что вот надо доверять старцу, но сам-то он старца и не нашел в итоге в своей жизни. Получается так. Поэтому и возникает, смотрите, какая ситуация. Вот мы говорили, почему многие люди воспринимают церковь грехоцентричной, да, вот заостренный на грех, потому что если мы отвергаем внутренний опыт, а внутренний опыт — это и есть какой-то опыт Бога внутри меня, по большому счету мне не на что опереться, но мы его берем и отвергаем вслед за монашеской традицией. И тогда, если этого опыта не остается, а что тогда остается? И старца нет, который говорит как, да? И тогда получается, что многие святые в церкви предыдущих эпох, они ориентировались вот так. Ага, значит, если есть грех и есть Бог, вот есть Бог и есть грех. Значит, если я Бога опыта отвергаю внутренний, я его не могу почувствовать. Так я буду смотреть сюда и идти спиной вперед. Значит, я приду к Богу. Поэтому получается, что как бы многие послания, вот такие аскетичные, они грехоцентричны. И все, мы читаем «Жития», и все святые говорят, да я самый последний грешник, да я там грешник. Почему им так важно было это проговаривать? Потому что это был их единственный, получается, ориентир, легитимный ориентир внутри этой традиции. Если мы этот ориентир уберем, и он уже не может сказать, что он святой, потому что тогда ему не на что будет ориентироваться, потому что опыт ощущения Бога, он отвергает как легитимный, остается только опыт ощущения греха и как бы уход от греха в сторону Бога, гипотетический такой. Я бы тут немножко не согласился, потому что опыт сирийских монахов, сирийских аскетов, он как бы в том числе говорит о том, что да, человек осознает свою греховность, но он фокус внимания делает не на этом. То есть у Гребенчкова, по-моему, есть замечательная строка в песне «Сидя на красивом холме», что все, что есть у нас, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость, что все в надежных руках. Вот они жили вот этой установкой. То есть да, мы хуже, чем можем, но у нас есть радость, что мы движемся в сторону. Ну это скорее исключительный, уникальный такой опыт. Ну Исаак Сирин, и прям Сирин. Даже многие труды до сих пор не переведены, Исаака Сирина того же. То есть все-таки мейнстрим церковный шоу вот по этой линии, по линии осознания греховности и так далее. Поэтому так, но проблема даже не в этом, потому что это на самом деле как-то работало, и мы этих людей за святых почитаем. Да больше того, вот мы на первой передаче сказали, что тема абьюза никогда вообще не вставала внутри церкви. То есть она как бы естественным образом... Ну она не вставала и в обществе, в котором были рабы. Поэтому вопросы внутри церковных каких-то взаимоотношений, они встают так же, как и встают в обществе. Сто лет назад не вставал вопрос внутри семейного насилия какого-то. Если муж избивал жену, это считалось нормой. Просто вопрос в том, что все-таки мы куда-то движемся, куда-то идем, и какие-то вопросы, которые считались нормой, вопросы рабства, вопросы избиения мужем жены, они сейчас уже не воспринимаются как норма. А в том же, в четвертом, в пятом веке об этом бы никто и не говорил. Поэтому тут, ну да, это новый может быть вопрос, но он новый, потому что мы к этому созрели как-то пришли. Давайте немножечко спустимся поближе к нашим телезрителям. И, ну, условно говоря, сделаем сегодня передачу, посвятим технике религиозной и духовной безопасности. Вот человек, скажем, входит в церковь, или уже давно вошел, и у него есть, он уже в отношениях со священником, в системе духовный отец, духовное чадо. Как разглядеть, как распознать вот это самое абьюзерство, как распознать вот это самое насилие? То есть, что человек должен воспринять как индикатор нездоровых отношений? Ну, если мы вспомним там мой личный опыт, да, то есть я говорил, что здесь нет универсалия, не может быть, и в каком-то опыте человеку нужно какое-то вот именно жесткое руководство, скажем так, может, не насилие, да, но жесткое руководство там. А где мы проведем грань между жестким руководством и насилием? Если оно жесткое, если оно руководство? Я вот сейчас думаю, как это лучше сформулировать. Наверное, скажем так, проблема появляется по мере того, как человек понимает, что это для него проблема. То есть, если душа как-то оттаивает, созревает к новому чему-то и воспринимает прежние отношения как ненормальные. Вот пока человек не воспринимает отношения как ненормальные, то здесь не будет темы какого-то абьюзерства и так далее. То есть даже если со стороны так может казаться. То есть я думаю, считаю, что мы не можем, скажем, человеку прийти и в этих отношениях сказать, да ты что вообще, над тобой издеваются там. Он это не сможет воспринять и насильно его вывести из этого. Он найдет другое. То есть вот опять к вопросу, когда ко мне подходит и говорит, а можно, я буду духовно... То есть человек хочет на меня возложить какую-то большую часть ответственности за свою жизнь. И я не беру, потому что я понимаю, что ему надо самому учиться брать ответственность. Но я могу в каких-то... Я обычно говорю, да пожалуйста, приходите на исповедь, я тут исповедую по таким-то дням или таким. Поэтому будет потребность. И обычно этого хватает для того, чтобы человек потом через какое-то время не приходил. Потому что, видимо, запрос именно не на то, что я могу чем-то поделиться своим, а запрос именно на то, что я могу взять власть над ним. И как писал один деятель активный такой 20 века, у него есть работа по юриспруденции, я, к сожалению, забыл его фамилию, он говорил о том, что вопрос и тайна власти не в великих людях, как там Наполеон, там Ленин, а этот вопрос скрыт внутри каждого из нас, потому что мы хотим кому-то эту власть делегировать. То есть сама власть, она в каждом из нас есть, но она как бы как вот выбор, как ответственность, она невыносима. И мы эту ношу пытаемся постоянно на кого-то переложить, вот ищем. И когда это все сливается в ком-то одном, вот мы говорим, великий человек, на самом деле потребность наша, вот кому-то передать, что-то вот нам так может быть не тревожно. Поэтому я не вижу в этом для себя, скажем, необходимости брать эту ответственность. Но человек, который этого ищет, он в итоге находит, я думаю, где-то. Так вот как объяснить человеку, что он... Ну ладно, даже не так. Объяснять человеку, что его убеждения ошибочные, это вообще, конечно, дело бесполезное. Если у человека есть убеждение, что ему нужен такой духовный отец, он его действительно себе найдет и как бы и успокоится, и может быть, ну, как бы это не было печально, что он в этом успокоился и нашел, поставил в этом точку в своем развитии, ну, хорошо, человеку спокойно, мирно и так далее. Но вот если человек, например, все-таки хочет войти в какие-то более тесные отношения с духовным отцом, как ему разглядеть, что перед ним потенциальный абьюзер, вот, в рясе. Что вот, ну, какие индикаторы будут того, что не надо торопиться этого человека сразу называть своим духовным отцом. Священником, приятным там человеком в общении, да, но вот духовным отцом не надо торопиться. Ну... Что должно насторожить? Ну, да, скажем, ну, как бы вот то, что человек ищет, да, как бы кому делегировать, мы это не изменим. Я подумал, а тот, кто принимает эти дары, да, такие вот образды, мы тоже ведь его не изменим. То есть на каком-то уровне внутреннего развития, да, человек стоит таким, в такой позе, что ему нужны духовные чады. Ну, понятно. Это уже не в рост самого священника. Я подумал тогда, да, а может быть тогда вопрос в том, чтобы... Как, например, вот я прихожанин, да, я вошел в какие-то отношения со священником просто потому, что я прихожанин, например, какого-то прихода, да. И опять возвращаемся к первому пункту. А в своих отношениях с Богом я на что опираюсь? На внешние данные, на внешний опыт или на внутренний? И вот тут тоже какой-то, я думаю, должен быть здоровый баланс. Понятно, если мы только внутри целиком сконцентрируемся, мы как бы связь с внешним миром теряем. Но вот внутреннее ощущение и внешнее, что я вижу, и вот это вот, ну, как бы, внимательное отношение к своей душе, мне кажется, подскажет человеку, что отношения перестают быть здоровыми. И тут тогда вопрос, скорее всего, будет вопрос у человека, как быть? Потому что, получается, я как бы предаю у кого-то или что-то. Если мне, например, некомфортно в этом храме теперь молиться, да. Если наши отношения со священником перестали быть здоровыми, да, где-то из... Потому что это бывает и внутри семьи, мне кажется, не только вот именно как бы вот в церкви. Но из семьи не уйдешь? Ну да. А с прихода типа можно? Ну да. И тут как бы несколько вариантов. Если человек адекватный, то можно подойти, попробовать, поговорить эту проблему, проговорить, сказать, батюшка, вот, ну, вот, мне вот не нравится, что вы так безапелляционно, например, говорите мне мыть полы в храме, наверное, каждый день, да. Мне кажется, что это как бы, ну, мне тяжело, и может... И, может быть, батюшка увидит, ну, это я так образно как бы про полы. То есть как-то озвучить свою проблему в личной беседе. И, может быть, бывает на самом деле, ведь с каждым человеком, что что-то там... Ты не воспринимаешь как проблему, а человек это ранит. Вот ко мне ходила на исповедь женщина, и мне казалось, что достаточно исповедь плодотворно протекает, она там плачет там чуть ли не каждая, а потом в какой-то момент она так поделилась, говорит, батюшка, у меня так жестко с вами, вы такой жесткий, такой нетерпимый, и мне... Я прям плачу каждый раз, когда к вам на исповедь иду. То есть я-то думал, я-то ее слезы считывал, как бы вот... Слезы покаяния. Ну, да, потому что так часто бывает, и обычно как бы... У меня личный опыт, что когда я проплачу на исповеди, мне вроде как легче. А у нее совсем другой был опыт. И вот когда она проговорила это вслух, а прошло там достаточно долго, чуть ли не полгода, там год, может быть, и у меня было такое благостное состояние, а у нее совсем другой опыт. Вот. И тоже можно с ее глазами назвать это абьюзом с моей стороны, но я просто этого не замечал искренне. И когда она поделилась, я стал максимально бережней как бы вот к этому человеку относиться, потому что я понял, что я ее просто не понимаю, не считываю, и вот на этом контрасте я куда-то нажимал, может, где ей слишком больно. Вот. Тоже вот тема абьюза, да, невольного, может, какого-то. Но при личном, как бы, контакте, озвучивании проблемы, есть возможность выхода или не выхода, да. И вот тут два варианта. Или это будет выход, и батюшка скорректирует поведение и сможет по-другому эти отношения. Или тогда, я думаю, надо менять приход, и ничего в этом страшного нет. Слава богу, у нас храмов много в Самаре, и можно попробовать в другом месте. Это же на самом деле не развод какой-то. Вот я... Спасибо за пример. Мне кажется, я... Я, по крайней мере, расслышал. Не знаю, расслышали это телезрители. Я просто, условно говоря, вот выделю некоторые главные идеи. Во-первых, мне кажется, что наличие абьюза определяется уже... Ну, насилие, да, будем говорить более привычным русским языком. Наличие насилия определяется следующим, что, во-первых, человек лишается альтернатив. Во-вторых, человек лишается права голоса. Ну, потому что есть храмы, не будем говорить, что это все, но есть храмы, где к священнику нельзя вот так подойти и напрямую сказать, знаете, батюшка, вы мне делаете больно. Потому что это будет последнее, что он скажет, вот, ну... На этой жизни. Ну, не в жизни, а вот в рамках жизни... На этом приходе. В-третьих, человек в целом усваивает... Ну, как бы есть приходы, и вот в системе вот этих вот насильственных отношений усваивает себе такую концепцию, что я овца. Ну, так часто произносится, что вы стадо, посомы и так далее. А тут вспоминается сразу Пушкин, да, к чему стадам дары свободы, и их должно резать или стричь, и поэтому и сам человек, как бы, да, усваивает себе такую, ну, как бы, парадигму отношений, что меня можно либо резать, либо стричь, состригать с меня вот это вот все. И поэтому, конечно, я буду молчать, но вот это вот удивительно, то, как вы про себя, ну, вот описали, как бы, то, на что вы ориентируетесь в отношениях с людьми. Быть бережным, быть трепетным и быть благоговейным при вхождении в жизнь другого человека. Это признак здоровых отношений, а, соответственно, противоположным, когда человек топчет, то есть, когда, например, священник дает без твоего спроса тебе советы, дает приказы. Я у тебя еще не спросил, стоит ли мне вообще выходить замуж там или жениться, а ты мне уже говоришь, что тебе надо, там, принимать монашество, или, там, наоборот, что тебе нужно, вот, жениться или выйти замуж за этого и этого. То есть, как только рождается вот этот приказной тон, мне кажется, сразу появляется вот это самоупоение. А вот то, чем вы закончили, так это вообще, мне кажется, в современной христианской действительности, по крайней мере, русской, оно вообще как бы аномально, тема перехода с прихода на приход, потому что священники, ну, по крайней мере, большинство из тех, кого я знаю, это очень ревностные отцы, в том смысле, что они ревнуют. И, может быть, это как бы признак любви, вот тут бы я хотел, чтобы вы как раз поделились своим мнением, может быть, это признак любви, да, когда священник, вдруг услышав, что его прихожанин, который пять лет ходил на этот приход, вдруг перестал ходить к нему и начал ходить в храм по соседству, он начинает ревновать, и он живет по принципу «от меня не уходит и ко мне не возвращается». Да, да, да. Вот как вам кажется, такого рода ревность – это проявление любви? Человек, может быть, вот скажет, так это меня батюшка так любит, он хочет, чтобы я к нему там был рядом. Но нет ли в этом каких-то вот насильственных отношений? Есть ли здесь любовь? Я думаю, есть. Мне здесь ориентиром служат слова митрополита Антония Сурожского, когда он говорил, что прихожанин, он может расти вместе со священником, но может и перерасти. И тогда священник должен честно сказать, что, знаешь, я здесь уже не… То есть мы ведем как бы по тропе, вот, да, я могу провести человека по тропе от Бога жестокого деспота к Богу прощающему и принимающему, как есть. Но… А дальше я не знаю, да, пока дороги, да. И бывает, что, может, встречаешься… Это редко, но бывает, что встречаешься с людьми, с которыми прям, может, совсем немножко надо пройти, у которых уже какой-то путь пройден. С кем-то идешь дольше, да. Но может настигнуть момент, когда… Наступить момент, когда ты должен сказать, что ты должен идти дальше, ну, кто знает дальше дорогу. Или почти со мной на ощупь, как и я, вот, тут есть определенный риск. Поэтому вот ревность, она, может быть, от собственной неуверенности рождается в нас, когда думаешь, что вот с переменой прихода в чем-то ты сам, как бы, вот, передаешься, в чем-то ты сам неправильный. Вот. Но если посмотреть с другой точки зрения, что, ну, как вот проводник, он довел вас пункт А в пункт Б, и ты, в принципе, свою миссию выполнил, то, мне кажется, этим можно как-то утешиться, успокоиться. Все-таки вот такая привязанность именно, что я буду, да, но ревность все-таки не любовь, наверное. Ревность скорее именно недостаток, что любви рождает. Но это стремление привязать. Как алчность во многом. Стремление привязать. Вот недавно, кстати, пересматривали с детьми «Звездные войны». Ну, как пересматривал я, а они смотрели впервые. Вот. И там в какой-то, в третьей, что ли, серии, когда вот он еще не стал темным лордом Дарт Вейдером, а был еще Энакином, и ему говорил, по-моему, Йода, что ревность — это алчность. Как алчность ведет к жадности? То есть жадность поделиться, жадность. Все-таки любовь, которая отпускает. Любовь — это то, что дает свободу, дает крылья. Это как вот была там птица под ранок, да, и ты ее как-то выходил, и она встала на крыло и полетела. Но, конечно, и грусть, но и радость, что человек может уже. А так можно действительно подпиливать крылышки каждый день, чтобы... Чуть-чуть. Чтобы вроде бы ты... Хорошо, но вот здесь вот, как это... Это, кстати, не только в среде. На самом деле это вот общие очень вопросы. Просто мы в разрезе церковных отношений обсуждаем то, что присутствует в обществе вообще. И недавно знакомый поделился, что он был у психотерапевта, и психотерапевт ему сказал, что вот знаешь, ты берешь ответственность за всех, кто снаружи. То есть у тебя вот... И поэтому ты оставляешь внутреннее свое пространство невозделанным. Но мы не можем к нему с тобой сейчас обратиться, к внутреннему, пока ты не решишь все свои внешние проблемы. И у меня такое сразу... Я выпалил. Получается, что никогда мы твоих внутренних проблем не коснемся, потому что ты постоянно будешь по внешней в этот орбите. Ну, то есть вот приходи в следующий раз. Опять об этом уже поговорим. Приходите завтра, вы все время сегодня приходите. Да. Поэтому вот этот вопрос, что да, где-то может быть и нечестность, где-то вот вопрос использования, там, финансовый, что греха таить вопрос. Но если все-таки говорить о любви и о бережном отношении к человеку, то просто необходимо иногда сказать, что ты можешь сам, и я рад за тебя. Что ты можешь, как бы, мы пусть с тобой какой-то прошли, а дальше ты можешь идти сам, и это прекрасно. Отец Николай, время на сегодня у нас подходит к концу. Я бы все-таки еще последнее резюме сказал о том, что человек... Опять же, из вами сказанного, просто это может быть не столь очевидно, как бы делается в качестве вывода, что в церкви вообще по-хорошему, вот это, в это пространство мы должны войти для того, чтобы обрести свое личное психическое, духовное, телесное здоровье. Психический, духовный, телесно здоровый священник или прихожанин, у него не будет ревности, у него не будет попытки решать за тебя твою жизнь, проживать твою жизнь, потому что он радуется своей жизни, как он проживает, как она складывается, и он очень радуется наблюдать за тем, как человек, вчера пришедший в храм, вдруг обретает почву под ногами, как ноги его крепнут, как он делает самостоятельные шаги. Фактически это то, как смотрит на нас Господь. Он смотрит на нашу жизнь с радостью, он не стремится ее в прокрустого ложа вписать, все, что не вмещается, отрезать, все, что не дотягивается, вытянуть. И мне кажется, вот сегодняшний вывод нашей встречи, это очень важный, на этом мы пока поставим точку. Но в следующий раз, в следующий раз мы поговорим, во-первых, мне хочется поговорить на тему, есть ли абьюз со стороны прихожанинов в сторону священника, и поговорим о том, все-таки, как выстраивать здоровые, естественные отношения с пастырем и вообще с людьми внутри церкви. Спасибо, отец Николай. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся еще раз с праздником Троицы. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова